В консервативной партии Великобритании обострилась борьба за лидерство, она выходит на финишную прямую. И сегодня я в Кардифе, здесь состоится так называемый питчинг кандидатов на пост лидера партии, а значит нового премьер-министра Великобритании. Консерваторы сейчас это партия власти, поэтому новый лидер партии заменит на должности действующего премьера Бориса Джонсона. Джонсон фантастически популярен в Украине, о нем создают мемы. Добрый день, я Борис Джонсон, я хочу, чтобы вы знали, что мы поддерживаем вас. О Джонсоне пишут музыку и рисуют картины. Дело в том, что Великобритания сыграла ключевую роль в поддержке Украины накануне и во время российского вторжения. Британцы главные застрельщики в европейской санкционной политике. Накануне российской атаки на Украину именно они снабдили украинских военных современными противотанковыми комплексами. А сейчас они лидеры в вопросах лоббирования предоставления вооружений для Украины. Для Бориса Джонсона Украина всегда в приоритете. Он был первым лидером стран Большой Семерки, посетившим Киев после вторжения. Я так рады вас бачить. Я люблю Британию. Она рятувала нас. Останется ли Украина в фокусе Британии после ухода Джонсона? На этот вопрос мы будем искать ответ сегодня на встрече кандидатов с партийцами-консерваторами. Но даже невооруженным глазом видно, что наследие Джонсона сохранится. Ведь после его появления на экранах некоторые участники мероприятия начали аплодировать. Для его партийцев Украина по-прежнему в приоритете, несмотря на непростое экономическое состояние Великобритании. Как вы думаете, что сегодня является главным для партии и для ее нового лидера? Знаете, для нас сегодня важно, чтобы не падал уровень жизни. Мы хотим, чтобы партия позаботилась о том, чтобы людям было чем платить по счетам. Хотелось бы, чтобы простым людям не приходилось выбирать между тем, чтобы прокормить свои семьи или обогреть свои дома. Думаю, тут даже нечего обсуждать. Мы должны помогать Украине в той же степени, что и раньше. Нельзя позволить Путину продолжать делать то, что он творит в Украине, продолжать совершать все эти ужасающие преступления. Никогда не думала, что смогу узнать в своей жизни о таких чудовищных зверствах. С этим невозможно мириться и страшно подумать, что люди находятся в постоянном страхе новых зверств, которые могут произойти. Мы должны быть едины с украинцами и оказывать им всяческую поддержку. Столько, сколько это потребуется. И чего бы нам это ни стоило. О нет, вам не стоит даже беспокоиться об этом. Уровень поддержки Украины останется неизменным. Мы продолжим оказывать всевозможную помощь вашей стране. Многим консерваторам нравится не только Украина, но и ее президент. Он стал лидером, он получил уважение во всем мире. Точно многие люди в Британии его фанаты. Он сделал хорошую работу, чтобы получить поддержку и построить коалицию с Борисом Джонсоном, Байденом и Макроном. Я думаю, он сделал хорошую работу и продолжит ее. Вы знаете, у меня просто нет слов. За ним очень приятно наблюдать и сложно сравнивать его с кем-то еще. Я вспоминаю свое впечатление, когда он только-только вступил в должность президента Украины. Это было такое неожиданное ощущение свежести. Когда он так непосредственно просто подпрыгнул и поцеловал какого-то человека в голову. И что важно, у него была возможность уехать. Да, он мог легко уехать за границу, но не сделал этого. Сейчас за лидерство в партии борются министр иностранных дел Ли Страс и бывший министр финансов Риши Сунак. И оба кандидата на смену Джонсону заявляют о безоговорочной поддержке Украины. Похоже, что Великобритания это такая страна, где от перестановки слагаемых, либо чиновников, сумма не меняется. Риши Сунак заявил, что необходимо усилить Украину и ослабить Россию, в то время как Ли Страс рассказала о том, что уже сделано. Нам нужно противостоять Владимиру Путину и его ужасной войне в Украине. Мы были первой страной, отправившей оружие в Украину в Европе. Я горжусь тем, что мы наложили на Россию самые жесткие санкции, жестче, чем любая другая страна в мире. Но нам нужно сделать больше. Ли Страс, министр иностранных дел Великобритании. Общаясь с членами консервативной партии, слушая ее лидеров, понимая, что несмотря на все заявления российской пропаганды о том, что вопрос Украины уже не актуален, он актуален как никогда. И каждый из кандидатов, каждый из потенциальных будущих премьер-министров Великобритании затронул этот вопрос и заявил о своей поддержке Украине. Виталий Сизов из Кардифа специально для марафона Freedom на Юла ТВ.